Добро пожаловать на мой поучительный канал, где каждая история раскрывает глубокий смысл. Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие в далекую страну, где встреча с тремя каменщиками раскроет нам секрет нахождения своего места в жизни. В одной далекой стране, где каждый день был полон чудес и открытий, однажды мимо стройки шагал путешественник. На площадке в сиянии солнца усердно трудились три каменщика. Первый, поглощенный своей работой, аккуратно и ритмично клал кирпич за кирпичом. Увлеченный любопытством, путник подошел к нему и спросил, «О, мастер, чем ты занимаешься?» Первый каменщик, не отрывая взгляда от своих кирпичей, ответил, «Неужели не видно? Я кирпичи кладу. Вот и все». Его руки двигались уверенно. Каждый кирпич ложился на свое место точно и аккуратно, но в его глазах не читалось понимания цели, ради которой он это делал. Затем странник направил свои шаги к второму каменщику и задал ему тот же вопрос. Второй, взглянув на него серьезно, ответил, «Я строю стену. Это моя работа». Его движения были размеренными и осмысленными. Каждая линия стены выстраивалась ровно и точно. Однако в его словах не звучало стремление к чему-то большему, к более великой цели. Наконец, путник подошел к третьему каменщику, который работал с необычайным усердием и жаром. «А ты, мастер, чем занят?» — осведомился он. Третий каменщик на мгновение остановился, улыбнулся и сказал, «Я строю великий собор». В его голосе звучала гордость, а его движения были полны энтузиазма и вдохновения. Каждый его кирпич не просто формировал стену, но и был частью великого замысла — создания чего-то поистине великого. Эта притча о трех каменщиках иллюстрирует, как разное восприятие одной и той же работы может влиять на наше понимание жизни и наших целей. Первый каменщик просто кладет кирпичи без видения цели, что символизирует механический подход к жизни. Второй каменщик осознает, что строит стену, что представляет более осмысленный, но ограниченный взгляд. Третий каменщик, строя собор, видит свою работу как вклад в нечто великое, что подчеркивает значимость осознания общей картины и стремление к значимым целям. Надеюсь, тебе понравилась эта история, и ты сделаешь для себя правильные выводы, ведь мы живем так, как мы размышляем, помни об этом. А я надеюсь, что тебе понравилось видео, и ты поддержишь мои старания лайком и подпиской на меня. Для меня очень важно видеть, что тебе нравится мой формат. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.